МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа НОВИН РЕГИОНА. У студии Алена Милищанкова. Вітаю вас сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа НОВИН РЕГИОНА. У Сибакова проназвали на посаджении Аббалаканкама. Як отзначена, системность у реализации потребований у этого документа на Могилюшине дозволила, например, полепшить криминогенную ситуацию. Менж зарегистрирована выпадка у гибели людей на пожарах, становшая динамика и у попережения выпадка у вытворшего травматизму. С начала действия директивы президента Республики Беларусь, это 2004 год, в области значительно снизилось, практически на 40%, число погибших и тяжело травмировано. Обслуговывать насильництво якосно и эффективно, а у выпадку отключения оперативно одновлять электрозабеспечения с пожилцом. Такая задача стоит перед энергосистемой Беларуси. Ее выконание самую пильную вагу надают и на предприемство Могилевских электричных сеток. Одна из его баз Могилевского сельского района открылась после реконструкции. Могилевский сельский район электричных сеток – один из самых буйных сирот сельских ресов Беларуси. Первый трансформатор запрацовал тут в 1931 году. В 1933 электроэнергия пошла на сельский район. База потребовала реконструкции, и вось он урочистый момент. В отсутности новый будинок с самыми передовыми технологиями. Особливо видно это по сучасной диспетчерской. Тут ожидают самый оперативный сбор информации и кирование электричными сетками. Оценка только положительная. Сегодня праздник у нас, и этот праздник связан с тем, что, наконец, люди, которые работают на базе сельского реса, получили достойные условия. Не только тех обсталяванию, але и поляпшению бытовых умов працавников нададена особливая увага. Особные шафы для кожного электромонтера, душовые, специальные сушилки – усё гэта важно, каже Вадим Герасимович. Летось он примал удел у ликвидации наступства у ледяного дажжу, за что отримал узнагороду от президента Беларуси. Рамонтно-аварийным бригадам часом доводится працавать у складанных умовах. Бытовая уладкованность, уповненный майстер, добро отбивается на продукционности працы. Если идёт дождь, мы работаем. Если идёт снег, мы работаем. Особенно, что касается, когда происходит стихийное бедствие, то есть отключается электроэнергия, то, в первую очередь, кто стоит на... Мы электрики. Как говорят, у нас электрики приехали. В деревне, значит, будет свет, тепло. Тут працуют больше за 140 человек. Они обслуговывают 3000 километров у размерковальной сети, 33 тысячи бытовых абонентов и больше за 500 юридичных особ. Планы у Могилёвского сельского района электричных сеток ещё больше. До 2023 года будет реализована комплексная программа, позволяющая автоматизировать все электрические сети Могилёвского сельского района. Старый будунок застался у памяти и на фотосдымках. Работникам у гэтыден жадали только одного – надейной и безаварийной працы. Олесь Рыбалка, Юрий Ауласоу. Новины Рыгийона. 28-го Кастрышника на Могилёшине пройдёт восенский субботник. Перед зимой плануется навести парадок в парках, скверах, дворах и зелёных зонах. Одным из основных объектов працы у областных центра обраны – Подникольский парк. Як поведомили у отделе жильёва коммунальной господарки, подчас субботника у Подниколье плануется высадить божж за паутысячу древаў. Гэта и листовые, и нават пладовые. На объекты только в областном центре сбираются в истине менш за 50 тысяч человек. Дарэчы, у Бабруйску основным местам добра упорадкованне станут три объекты – лядовый палац, Бабруйская крепость и молодёжный сквер. Осаблевую увагу на субботнику нададуть уборцы дворовых тэрыторы и запрашают долучиться до огульной доброй справы усіх необыяковых. Нагадаем, работы на объектах субботника распачнуться у 9 годин. И в субботу 28-го Кастрышника праму и телефонную линию проведзен намесник старшыни Могилёвского Абл-Ваканкама Андрей Концевич. Коли вас хвалюють питанье у социально-культурной сферы в области, наприклад, у адукации, ахове здоровье, спорте и туризме, можно звертаться по номеру Могилёве 50 18 69. Нагадаем, что традиционные субботние телефонные линии керавництва усіх ирадских районных выконавших комитетов проводятся с 9 до 12 годин. Так, наприклад, у Могилёвским гарвыконками со своими заувагами и пропановами можно звернуться до намесника старшыни Аллы Галушка. Номер телефона 42-21-02. А у той же часу Бабруйскими гарвыконками ваше телефонованне примен намесник старшыни Ихар Кисель. Номер телефона у Бабруйску 76 21 41. У рашисты открытие юбилейного сезона фестивалю анимаёка 2017 у Могилёве отбудется у кинотеатра «Радима». З нагоды 20-го международного фестивалю анимаційного кіно плануюцца открытие памятнага знака у выгляде Аллока. Сімвола фесту. Подчас анимаюки ладіцца паказы для дорослых і дятей, так само творчая сустрэчы з мэтрами анимаційной справы і майстер-класы. Традиційна программа фестивалю, включая конкурсную складаючую, экспертная комісія добрала 111 фільмов, 50 з яких от дітячих студий з Беларусі, Бельгії, Бразілії, Казахстана, Росії, Україны. Переможців визначать у 19 номінаціях. Так само нагадаємо усе конкурсные роботы можна свободно поглядеть, що дня з 19.00 на открытым экрані кинотеатра «Радима» у Могилёве. За аншлагом прайшов на фестивалі «Золотый шлягер» у Могилёве концерт джазовой музыки. На сцену вышли як молодые канауцы, так і зорки. Вольга Пірахс і Квенцін Мур. Любим джаз, поэтому пришли. Это концерт, которому действительно хочеться посвятить вечер. То есть это та музыка, которую хочеться слушать. Всегда была импровизация. Поэтому, тем более в Могилёве, это антикварный концерт, можно сказать. Джаз – один з самых складанных для успірмання відео-музыки. Гэта мастацтва склалася под уплывом африканских рытмов, европейской гармонії і афроамериканського фольклору. На пачатку минулого стагодя, як з'явіюся джаз, синонимом йому було популярна музика. Ну, как, может быть, не хитом, например, «Summertime and the livin' is easy, fish are jumping» или «The autumn leaves, dream by the window, the autumn leaves of red and gold». То есть, конечно, есть очень известніші всем-всім-всім хіты. Музыкант тоже себе свобода чуствовать в імпровизації, в этой музакі. Напійте лідбімоі мирові хіты джаза. Можете? Могу. «It don't mean a thing if it ain't got it swing». На концерці «Золотого шляхіра» выканауцы узгадывалі вялікі імёны з істори джаза і складаності, з якімі сутыкаліся музыканты у савецкій час. «Когда мы були молодымі, это было просто, ну, такое, экзотичіска, для нас была экзотичская музыка, то есть не было негде это было спросить». Джаз был і застаєцца прэстыжным музычным напрамкам, ягу патрымлівае сусветная сетка фістывалів, сярод яких і «Золотый шляхір» у Могилёве. Татьяна Сергійчык, Александр Тарасов, «Навіныргіона». У агрогородку Лесная Славгородська района пачаў дзенічыць музей под адкрытым небом. Йон разгарнувся на гістарычном місце, дзе адбылась легендарная бітва войска Петра I са шведамі. Гэты Славгородські агрогородок вядомы навад за межамі Беларусі. Бітва пралясной увайшла ў гісторую, як маці полтавской перамогі над шведамі ў паўночную вайну. У музеі пад адкрытым небам, які прасвечаны тым падеям, ўстануліны фігуры солдат русской армії і шведскага короля, а так сама атрыбутыка ў стылі тых часоў. Турыстам прапануюць примераць костюмы па эскизах 18-го стагодзя і паудельнічаць ў реконструкціі бітвы. Аэта все поля сражэня. Так вот показана, как выглядела на тот момент само сражэня, гдзе оно происходзіла в момент 28 сентября 1708 года. Можно посмотреть, как выглядел обоз, который здесь находился в лесной на момент сражэня, который также нам свидетельствует история, остался на наших землях. Музей под открытым небом мясцовая инициатива. Яна реализуется у рамках проекту ПРААН, содейниче неразвитчю на мясцовом узровне у Республиці Беларусь и финансируется Европейским Союзом. Именно местное развитие является нашим фокусом. И в этом плане музей под открытым небом в лесной – это прекрасный пример инициативного, креативного подхода к решению стратегий туристических и к развитию региона в целом. Алина Соловьева, Татьяна Сергеичек, Миколай Соболев, Новины региона. Самые интересные новины Могилёшины вы можете узнать на нашем сайте товармогилёва.бай. А я на этом с вами развитываюся. Доброго вам дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин